В эфире телекомпания Город, программа 7 минут. Здравствуйте! В гостях у меня сегодня Анна Шмидт, старший преподаватель кафедры иностранных и русского языков Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова. Анна, добрый день! Здравствуйте! Ну, во-первых, я очень рада, что теперь у меня есть знакомая девушка, которая отмечает День ВДВ. Отмечаете День ВДВ? Отмечаем, профессия обязывает. Не страшно в такой компании? Нет, не страшно. А как вообще так получилось, что вы пошли преподавателем работать именно в военно-десантное училище? В 2007 году я закончила Рязанский государственный университет, факультет иностранных языков. Была мечта детства быть учителем и непосредственно устроилась по своей профессии. Преподаю иностранные языки в Рязанском десантном училище. Ай, ну все-таки, почему именно в десантном училище? Ну, вот не страшно было как-то, ну, не знаю, мне было, например, было, наверное, дискомфортно несколько прийти преподавателем туда, где столько мужчин. Нет, вы знаете, страшно было, наверное, в первый день, но впоследствии, наверное, человек привыкает ко всему. Когда ты заходишь в кабинет, ты знаешь, что тебя ждут, и глаза горят. У меня настолько благодарны ученики. Я думаю, что на сегодняшний день мало можно встретить таких специальностей, от которых получаешь моральную отдачу. Так что моя профессия, это для меня сейчас все. А вот, кстати, как курсанты отнеслись вообще к вашему появлению? Красивая молодая девушка. Конечно, бывает много всяких курьезных случаев, но при том у меня очень хорошие ученики, повторюсь, опять-таки. И они воспринимают меня только как преподавателя. Конечно, некоторые подойдут ко мне за советом, как к старшей сестре, или как некоторые даже, как к маме. Но у нас очень хорошие взаимоотношения, доверчивые, сложились с моими учениками. Сколько лет вы уже работаете? Уже 7 лет. 7 лет. То есть за это время сменились, естественно, люди, ученики? Да, у меня даже был первый выпуск. И сейчас я работаю со своими уже лейтенантами, со своими учениками. Они мне тоже приводят моих новых учеников, представляют взвод. И это очень приятно. Вообще, каково это работать? Вот практически чисто в мужском коллективе, да, причем в коллективе мужчин, на которых, ну, имеешь какое-то влияние, даже немалое. Очень приятно, потому что очень хороший контингент собран. У нас существует профотбор, и, соответственно, не каждый может попасть к нам на обучение в наше училище. Повторюсь, очень благодарные ученики, глаза горят. Очень приятно заходить в аудиторию, очень приятно вести занятия с такими умными курсантами. Аня, вот насколько мне еще известно, помимо английского языка, вы преподаете китайский язык. Для того, чтобы его преподавать, им нужно владеть в совершенстве. Нет, в том году мы попробовали первый раз, и мы начинали с нуля. Мы создали, у нас существует кабинет с китайским уголком, с уголком восточной культуры. Курсанты обучаются, для них это было в диковинку. Очень интересно. И они заинтересованы, и нам интересно тоже работать с курсантами. Но это, наверное, очень медленно происходит, да, вот выучить китайский язык. Для меня это вообще, например, мне кажется, нереально. Все постепенно. То есть это каждый иероглиф? Каждый иероглиф, каждый элемент иероглиф, да. Все, начинаем с нуля. А как вы сами вдруг решили взять и выучить китайский язык? На факультете иностранных языков нашей группе предложили дополнительную специальность. Мы подумали группой и решили изучать китайский язык. Ань, ну вот не могу удержаться никак от такой просьбы. Можете что-нибудь по-китайски произнести? Ни хао. Что означает здравствуйте. Потом меня научите за кадром. Хорошо. Тоже буду ходить и блистать. Насколько знаю, вы представлены на конкурс «Молодой ученой года» имени академика Павлова. Что это такое и как это получилось? Да, я считаю то, что каждый педагог должен заниматься непрерывным образованием и саморазвитием. И помимо своей педагогической деятельности я занимаюсь и научной деятельностью. На сегодняшний день в моем багаже около 40 научных и учебно-методических работ, среди которых есть и два пособия, по которым занимаются курсанты сегодня. И в этом году мне кафедра оказала такую честь. Выдвинули мою кандидатуру на конкурс «Лучший преподаватель» в десантном училище. И также представили меня на конкурс «Молодой ученый» 2013 года имени академика Ивана Петровича Павлова, который проходит при поддержке Совета молодых ученых и специалистов. И что из себя представляет этот конкурс? Когда он будет проходить? Конкурс проходит до 16 декабря. Мы должны заполнять анкеты, которые содержат сведения о нас и наши научные труды, наши достижения за последние три года. И уже непосредственно 20 декабря будет проходить награждение по нескольким номинациям. Мандражируете? Есть немного. Но я думаю, что уверена, что все обязательно будет хорошо и все у вас получится. Ань, какие планы на будущее? Планы на будущее защитить диссертацию, над которой сейчас я веду работу, под руководством доктора педагогических наук, профессора РГУ Гребенкина Леди Константиновна. Для меня сегодня это главное. Помимо участия в конкурсе, какие-нибудь интересы, свершения в вашей жизни? Мне почему-то кажется, что обязательно должны иметься. Вы знаете, все интересы, наверное, уходят недалеко от моей профессии. Это заинтересованность в иностранных языках. Я очень люблю читать литературу непосредственно на английском языке. Занимаюсь спортом. А так все мое время в основном отнимает работу, потому что очень большая подготовка к занятиям. И шесть дней в неделю я провожу время непосредственно со своими учениками. Ань, ну вот, собственно, уже не то чтобы на носу, но приближается Новый год. Вот чего бы хотели себе пожелать в наступающем году? Вы знаете, у меня, наверное, нет привычки желать себе что-то. Я пожелаю всем огромного здоровья и чтобы у каждого в жизни была мечта. Которая обязательно бы осуществлялась. Которая обязательно должна сбываться. Потому что неосуществленные мечты. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня была Анна Шмидт, старший преподаватель кафедры иностранных и русского языков Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова. В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин